Добрый день, уважаемые телезрители и друзья канала Управда ТВ. Вы смотрите очередной выпуск рубрики Пресс Батва. Как и прежде с вами Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты и обозреватели издательского дома «Ульяновская правда». Еженедельник Народная газета рассказывает о том, что российские эксперты популярного китайского интернет-магазина Алиэкспресс проанализировали сотни миллионов запросов, поступающих на торговую интернет-площадку от жителей региона и составили собирательный портрет своего покупателя. Как это ни странно, главными покупателями являются мужчины в возрасте от 25 до 45 лет с хорошим образованием и средним достатком. Ульяновские шопоголики, по данным аналитикам, чаще всего заказывают кроссовки и кеды, рюкзаки и поясные сумки, джинсы, а также футболки и худи с принтами. В одежде модники придерживаются тренда нормкора, так называть современную тенденцию в моде, главная фишка которой – непритязательная одежда, стремление выглядеть как все и не выделяться. В осенний сезон к списку популярных товаров добавились дождевики и пижамы Кигуруми. Большим спросом также пользуются аксессуары для мобильных телефонов. Средний чек одной покупки составляет в нынешнем году полторы тысячи рублей. Возможность приобрести много вещей за небольшие деньги приобщает небогатого покупателя к миру изобилия, отчего психологи насторожены тем, что это может свидетельствовать о проблемах с самооценкой. Как говорится, огрызайся да в меру. Как вырастить умного ребенка? Малыша от одного до трех лет – чистые листы. Что напишешь, то и будет. В этом возрасте крайне важно сформировать правильные привычки и навыки. Вместо того, чтобы отдавать ребенка на кружковые развивайки, советую чаще гулять с малышом на улице и обсуждать увиденное. Согласно данным множества исследований, лучшие поспорья для интеллектуального развития ребенка – это крепкие теплые отношения с мамой и другими близкими взрослыми. Эти и многие другие интересные новости читаем в 45-м номере «Народный». По скриптам головоломка в виде скандинавского кроссворда украсит время досуга. Также не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой периодики. Журналист газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев рассказывает о начале работы нового телефонного центра пандемийной психологической помощи. В таком коммутаторе звонки принимает 6 квалифицированных психологов. По необходимости штат могут расширить до 20 человек. Специалисты принимают звонки с 8 утра до 8 вечера по многоканальному телефону 22 99 40. Подробнее на страницах издания. Региональный литературный журнал «Симбирск» невозможно охватить за один выпуск нашей рубрики. Поэтому продолжу обзор 8 номера. Заслуживает внимания подборка стихотворений аварского поэта Расула Гамзатовича Гамзатова. Широкую известность поэту и прозаику принесла лирическая повесть «Мой Дагестан», а также поэтические сборники «Год моего рождения», «Высокие звезды», «Письмена», «Четкий лет», «Уачага», «Остров женщин» и другие. Молодые ульяновские литераторы Екатерина Богданова делятся своими впечатлениями об участии в Всероссийском образовательном форуме «Таврида», который традиционно проходил этим летом в Крыму. Программа «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО» рассказывает о культуре в период пандемии, об ульяновских авторах, принявших участие в Всероссийской школе писательского мастерства, о традиционно промчавшемся литературном трамвае и о том, где читать и покупать книги ульяновских авторов. В заключении читайте поэтические подборки и прозу юбиляров ноября. Еженедельник ульяновского района «Родина Ильича» информирует о том, что необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается. Это может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям. Из-за зомтов, поднятых воротников, головных уборов с полями и капюшонов, как у кукушонков, пешие участники дорожного движения могут не заметить автомобиль. В свою очередь, при приближении к пешеходному переходу, шумахером необходимо заранее снизить скорость. Журналист газета «Старомайнские известия» Лидия Степанова рассказала о Елизавете Хмельниковой, медицинской сестре с 38-летним стажем. Жители Старой Майны благодарят медсестру за скромность, вежливость и тактичность в обращении с больными. Журналистка Степанова решила не только опубликовать благодарность, но и рассказать о Елизавете Хмельниковой подробно, чтобы район и область знали своего героя. Обозреватель газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района Алина Сергеева побеседовала с руководителем местного вокально-эстрадного ансамбля «Экспром» Антониной Кадыркиной о том, что в последнее время бешеной популярностью пользуются вокальные конкурсы и ТВ-проекты. Коллектив под руководством заслуженного работника культуры Кадыркиной вот уже 17 лет радует своих слушателей самодеятельным творчеством. Подробнее в разделе «Талантливая молодежь» на страницах газеты. Газета на чувашском языке «Канаж» рассказывает, как в Ульяновске прошла первая межрегиональная конференция чувашских писателей «Симбирск-колыбель чувашской литературы». Посвятили ее столетию со дня выхода в Симбирске первого номера «Альманаха» от Тал Юри «Песни Волги». Организаторами мероприятия выступили Ульяновская чувашская национально-культурная автономия и объединение ульяновских чувашских писателей «Шевле» Зарница при редакции газеты «Канаж». На конференцию приехали писатели из Башкирии до Тарстана Чувашской республики. Они рассказали о развитии чувашской литературы в их регионе. Руководители это объединение «Шевле» Елена Мустаева, а также писатели Михаил Серде и Анатолий Нуждин рассказали, как работают областные писатели. В конце мероприятия литераторы единогласно приняли резолюцию, где выступили за объединение всех чувашских писателей в одну организацию. Сейчас их четыре. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Михаил Рассашанский тревожится об ульяновских моржах. Природоохранная прокуратура вышла с иском о намерении снести строение, находящееся на территории спортивной базы близ реки Свияги в районе Ульяновского госуниверситета. Журналисты рассказывают, что первый ключ о помощи бросила Ольга Соколова, известная ульяновская моржиха, участница различных международных заплывов, реконсменка мира. Подробнее на страницах издания в разделе «Актуально». Информационный портал ulpravda.ru рассказывает о детских школах искусств региона, которые оснастили новыми музыкальными инструментами и оборудованием. Андрей Михайлов выяснил, что в Ульяновской области в 2020 году музыкальные инструменты закуплены для Барышской детской школы искусств, Митровградского музыкального колледжа, детской школы искусств имени Варламова и губернаторской школы искусств для одаренных детей. Среди инструментов фортепиано, баяны, гитары, домро, аккордеоны, балалайки, альты, саксофоны, барабаны и скрипки. Крупным приобретением Дмитровградского музыкального колледжа стал концертный рояль «Кавайи». Всемирно признанная система массового музыкального образования всегда играла огромную роль в гуманитарном творческом образовании и раскрытии талантливых детей. Марина Сидорова поделилась, что ко Дню Народного Единства 4 ноября для ульяновских врачей испекли хлеб. Акция не разовая «Свежий хлеб и пряники из школы пекарни ТОС «Мостовая Слобода» планируют привозить к обеду несколько раз в неделю в разные медицинские учреждения области. Журналист напомнила, что в конце октября в микрорайоне «Мостовая Ульяновска» открылась пекарня, да не простая, а благотворительная. Хлеб, кондитерские изделия, испеченные в ней, отправляются тем, кто в них очень нуждается. Разносят продукты волонтеры, местная молодежь. Четыре местных жительницы научились печь пшеничный хлеб и ароматные пряники. Старшие по территориальному общественному самоуправлению сами разработали дизайн и рецептуру изделий. Портал «Медиа-73» сообщает о том, что в 2021 году откроются четыре модельные библиотеки. Что такое модельная библиотека? Это учреждение, имеющее оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов, которое является необходимым минимумом для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Такие библиотеки откроются Дмитровграде, Сенгелея, Ульяновски. Именно эти учреждения культуры признаны победителями Всероссийского конкурса по созданию современных учреждений в рамках нацпроекта «Культура». В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация о переводе обучения из школы в онлайн и уходе от традиционных занятий. В Госдуме Российской Федерации рассказали, почему такая информация недостоверна и родителям не стоит переживать. Подробнее в материале будет или нет, вопросы о дистанционном обучении школьников. Репьевский крупзавод заключил экспортный контракт на 36 миллионов рублей. Крупнейший производитель круп в Ульяновской области в ближайшее время начнет экспортные поставки. Прежде всего за рубеж отправятся перловая и ячневая крупы. Предприятие было основано в конце 19 века. С этого времени завод перерабатывает крупяные культуры, а также сбывает готовую продукцию. Перловку, пшено, гречку, горох. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был нескучный обозреватель Антон Картошкин. До свежего схода грядки пресс-ботвы через неделю.